Добрый вечер в студии Алмаз Хакимов. Это Вести Татарстана. Вот главные новости к этому часу. Зарплата бюджетников дорога казне. Как увеличить доходы, не сокращая суммы в социальных программах и где найти резервы для их реализации? Ни мяса, ни денег. Кто тянет частные подворья в долговую яму, делая производство невыгодным? Акт милосердия, амнистия осужденных. Кого в Татарстане ждет досрочное освобождение? Он хочет правильно дышать. Как помочь маленькому сердцу Матвея в благотворительном проекте детям? И сенсация под слоем краски. В Казани реставраторы выясняют, кто же истинный автор знаменитого полотна Рыбнера. О бюджете республики говорили сегодня. Среди приоритетов найти финансовые резервы для выполнения указов президента страны по строительству дорог, детских садов, ликвидации аварийного жилья и увеличению зарплат. Репортаж Инна Даниловой. Экономическая ситуация в мире и, как следствие, в России и Татарстане сложная, но трудности удастся преодолеть, потому что предпосылки для этого есть, а если нужно, и дополнительные резервы найдутся. Так коротко можно сформулировать основной тезис сразу двух совещаний. На первом подвели итоги работы финансистов, налоговиков и казначеев республики. В наступающем году дефицит бюджета будет почти 9,5 миллиардов рублей, а в 2016-му 12,5 миллиардов, плюс Госдог почти 88 миллиардов рублей. Но делая ставку, кроме нефти и нефтехимии, на инновации, республика рассчитывает сделать качественный рывок вперед. Танека, Smart City, Казань, Иннополис, свободная экономическая зона Алабуга, Технополис – лишь некоторые из презентованных министров финансов России проектов. Ситуация сложная, но неплохая. Рост 2% валового внутреннего регионального продукта – это в Европе медаль получает за это. Но у нас потребности 6-7%. Мы хотим расти быстрее. Я думаю, что надо развивать внутренний рынок нашей страны, надо поддерживать наших экспортеров, надо создавать производства, которые замещали бы импортные товары. Вот в этом направлении будем работать. Ничего страшного нет. Мы справимся с этой задачей. Тем более, что награду за отличную финансовую работу Рустам Миниханов получил, при этом продолжая отстаивать свои предложения о том, как, например, следует исполнять масти и указы Владимира Путина. Предложение попросить денег у Минифин России. Ну нет, это, как бы, может быть, шутка. Мы должны, ведь не только повысить заработную плату, мы должны предоставлять качественные государственные услуги для населения. Откуда будем брать денег? Денег никто не даст. Надо зарабатывать. Надо зарабатывать, надо развивать производство, надо малый и средний бизнес, надо строить новые заводы. О том, где изыскать финансовые резервы, уже на уровне ПФО, говорили на втором совещании с участием представителей властей региона. Обсудили вопросы мобилизации доходных источников, как в текущем году, так и в следующем году. Определились по возможности изыскания дополнительных внутренних ресурсов. Главы регионов дали очень конструктивные и профессиональные предложения и по оптимизации налоговой политики, и по оптимизации тарифной политики, и по реальному положению дел в отраслях, в образовании, здравоохранении, с точки зрения поиска возможностей, по сокращению издержек и, соответственно, повышению доходной части бюджета. Все предложения систематизируют, а самые дельные реализуют на практике. Инна Данилова, Адель Миндубаев, Вести, Татарстан. Бизнес есть, а денег нет. С непростой ситуацией столкнулся фермер Нижнекамского района. Мужчина открыл частное подворье, завез две сотни буренок. Дела поначалу пошли хорошо, а как пришло время продавать, столкнулся с перекупщиками, которые тянут сельчанина в долговую яму. Ситуацию разбиралась Фероза Насырова. Константин Чупаев – фермер со стажем. Всю свою жизнь он посвятил коровам, лошадям и свиньям. Если раньше работа была в радость, то сейчас в тягость. И дело не в том, что работать стало тяжелее, говорит он. Некуда девать продукцию, перекупщики губят бизнес на корню. Эти перекупщики берут у нас мясо за 100 рублей, даже уже сейчас и меньше берут, потому что деваться с мясом некуда. А продают его тут же за 260, например, за 250, в зависимости от категории и так далее. Но у них-то ведь все условия есть. Поддерживают коллегу и фермеры села Елантово. Куда же нам деваться, если нам некуда делать продукцию свою? Куда мы ее даем? Естественно, перекупщикам. Просто мне свинью нужно год кормить, а они могут ее за день купить и реализовать. И 15% с нее иметь. Далеко ездить некогда. Надо два раза в день кормить скотину и убирать стойло. Единственный путь на Нижнекамские рынки. Вот только попасть туда со своим товаром непросто, говорит фермер. В ярмарочные дни, субботу и воскресенье места выделяют. В другие дни нужно заплатить и за место, и за санитарный контроль. При этом выручка из-за демпинга перекупщиков минимально, уверяют сельские предприниматели. На колхозный рынок нижнекамцы приезжают со всего района. На площади располагается 40 торговых точек. Сейчас мы отправимся в павильон и узнаем, кто в приоритете. Частные фермерские хозяйства или так называемые перекупщики. Вооружившись, скрытой камерой отправились в мясной отдел. Получается, здесь все перекупщики? Да, да, да. Ну, как, деревенские привозят, здесь покупают, мы покупаем у них мясо. Ну, здесь же вроде как Берлина, здесь и по субботу и воскресенье. Ярмарки же здесь, сельскохозяйки. Ярмарки, они все перекупщики, ярмарки. Ярмарки, соответственно, созданы для того, чтобы местные товаропроизводители продавали свою продукцию без торговых наценок и, так скажем, без посредников. Что и происходит, что они осуществляют и продают эту продукцию на двух площадках города по субботам и воскресеньям. В управлении сельского хозяйства Нижнекамского района нас заверили, что у фермеров есть возможности и для выращивания скотины, и для ее продажи. Периодически от управления сельского хозяйства мы оставляем своих график дежурств. Там наши специалисты выходят, на местах смотрят, там общаются. Больно так, ну, потому что в основном идут наши фермеры, наши товаропроизводители, наши личные подсобные хозяйства. С такой проблемой фермеры сталкиваются во многих районах республики. Это одно из больших проблем. Фермерские хозяйства и крестьянские подворья, при этом, если они работают с перекупщиком, они практически теряют около 50, от 30 до 50 процентов стоимости своей продукции. То есть прибавочная стоимость перетекает этим перекупщикам. Вот для того, чтобы вот эту ситуацию каким-то образом разрулить, то необходимо, конечно, в каждом муниципальном районе поселения создать сельхозяйственные снабженские сбытовые перерабатывающие кооперативы. Между тем, Константин Чупаев и Александр Сосин собираются сворачивать бизнес. Тягаться с перекупщиками и работать в убыток от зари до зари не хватает ни сил, ни здоровья. Феруз Насырова, Алексей Захватов, Ильдар Софиулин. Вести Татарстан, Нижнекамский район. Тем временем главам районов посоветовали разбудить деловую активность сельского населения. Об этом сегодня говорил председатель Государственного Совета Республики Фарид Мухаммедшин. Сегодня в Зеленодорске прошел выездной семинар. Этот год был очень тяжелым для частных подборей. Сельчан призвали заниматься любой работой, хоть ковкой, хоть валеньки валять. Активность граждан увеличивается. Но есть молодежь, которой можно заинтересовать. Вот эта работа главпоселения, это конкретный участник, за который мы вместе с ними, с них и спрашиваем, их обучаем, требуем, но и создаем возможности. Я считаю, что это очень хорошее дело, которое будет способствовать и пополнению продовольственной корзины республики, повышению деловой активности населения, если хотите, и закреплению их по месту жительства населения. К 20-летию Конституции 20 тысяч амнистированных. Столько человек могут выйти на свободу, те, кто не совершал тяжкие преступления. Кто может досрочно освободиться в Татарстане, об этом в репортаже. Екатерине Могилат 20 лет. В колонию поселения она попала за кражу сотового телефона в очереди в магазине. Там видеонаблюдение, и все, меня поймали, как это привезли, ну я отдала все, возместила ущерб. Вот только от реального срока это не спасло. Кража была не первая, и у Екатерины уже был условный срок. Так что, если бы не амнистия, сидеть ей до апреля 2015 года. На свободе Екатерина была продавцом, здесь дворником. Другие женщины трудятся либо на ферме, либо в столовой, или в пошивочном цехе. А на досуге готовятся к новогодним праздникам. Я ребенок, и вот как скучаю, сильно переживаю за него. Кроме женщин, имеющих несовершеннолетних детей и самих несовершеннолетних преступников, а также женщин старше 55 и мужчин старше 60, под амнистию могут попасть инвалиды первой и второй групп. Ликвидаторы аварии Чернобыльской АЭС, участники боевых действий и беременные. В колонии-поселении в Дегетлях отбывают наказание более 150 мужчин и женщин. По предварительному проекту об амнистии из всего количества осужденных из мужчин не подпадает у нас никто, а из женщин 8 женщин. Впрочем, цифра эта пока более чем приблизительная. Депутаты Госдумы рассмотрят проект амнистии 17 декабря. И после того, как проект превратится уже в постановление об амнистии, в течение шести месяцев из исправительных учреждений России выйдут все, кому государство решило досрочно даровать свободу. Зили Гарипова, Инна Данилова и Ленар Хабибуллин. Вести. Татарстан. Новый федеральный закон о государственных заказах обсудили сегодня в Казани. Он требует ограничить покупку дорогих автомобилей и мебели. И обяжет писать точно, на что идут расходы. Если требуется бензин, так и писать, а не жидкость для заправки машин. Татарстан один из семи регионов, где эта система уже работает несколько лет. Мы имеем, возможно, чуть больший опыт, потому что и Татарстан был одним из семи регионов, который был выбран для апробации отдельных положений нового закона. Да и сам объем достаточно большой. Это регион с объемом закупок более 100 миллиардов рублей в год. Достаточно серьезные и по объемам, и по количеству транзакций субъект. Ряд вещей или элементов, которые будут применены, мы, конечно, уже опробировали. Гости радиокомпании «Татарстан» и «Русфонд» продолжают благотворительный проект помощи тяжелобольным ребятам. Сегодня о ней просят родители Матвея Козилова. У него врожденный порог сердца. Мальчику тяжело дышать. Помочь собрать средства на операцию семьи, а это 200 тысяч рублей, можно, отправив сообщение с мобильного телефона со словом «Дети» на номер 5541. Девочка есть, мальчик уж эти, конечно, в охотах. Папик, помощник. Старшая дочка в семье Козиловых уже пошла в первый класс, а младшенький еще не сделал первых шагов. Ребенку всего 4 месяца. Младенец выглядит счастливым и нежно улыбается маме. Такое настроение у малыша – редкость. Ведь чаще он плачет, рассказывает женщина. Матвей родился с пороком сердца и сейчас отстает в развитии. Потому мальчику нужна помощь хирургов. Операцию нам назначили на тюрьму месяц. Он нас беспокоит постоянно, капризничает. Бледность вот у него была вот. У него страдает легочная система, то есть легкие из-за того, что у него избыточное количество крови течет в легкие. Ну, то есть сброс идет через дефект. Из левого желудка, в правого желудка. Все проблемы из-за отверстия между камерами сердца. Этот дефект необходимо исправить с помощью полосной операции. Сделать это нужно как можно быстрее. У него увеличиваются камеры сердца из-за того, что идут неправильные потоки крови. И в будущем, если не коррегировать это, то есть может развиться одышка, он может часто болеть, он может остановиться в прибавке по массе тела, несмотря на то, что мама будет его кормить. Стоимость операции около 200 тысяч рублей. Семья Матвея не в состоянии ее оплатить. Помочь собрать деньги можно, отправив смс со словом «Дети» на номер 5541. Стоимость сообщения 75 рублей. Как внести большую сумму можно узнать на сайтах нашей телерадиокомпании и РУСФОНДА. Адреса указаны на экране. Екатерина Белалова, Тимур Гатаулин, Вести, Татарстан. Далее прогноз погоды. После вернемся в студию Вестей. Генеральный спонсор прогноза погоды – фармацевтическая компания «Зао Эвалар». Как стать хозяином своих эмоций? Принимайте пустырник «Форте» с уникальной формулой спокойствия. Пустырник «Форте» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. Временами снег и метель, да и к тому же сильным ветром. Ночью до 23 метров в секунду. Завтра по республике до 9 градусов мороза в Казани 6. На дорогах будьте внимательны, местами гололедицы и снежные заносы. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле Земли неустойчивое. Прогнозируется умеренная буря. Только с 6 по 25 декабря все норковые шубы от 29 тысяч рублей. В рассрочку на 24 месяца. Ламур ТРЦ Южный. Это вести Татарстана. Город на несколько дней стал текстильным центром. На Казанской ярмарке проходит масштабная выставка. Товар представили почти все отечественные и зарубежные производители. В ассортименте сотни полотенец, покрывал и одеял. Многие с лечебным эффектом. Посмотрите, как оно тянется. То, что оно тянется, вот такую ниточку можно растянуть до метра и больше. Насколько хватит руки. Такое одеяло делается только вручную. Выставка полностью меняет представление о текстиле. И в легкой промышленности очень много ноу-хау. Вот как это одеяло. Шелк не только снаружи, но и внутри. Распущенные коконы тутового шелкопряда. Под ним легко спать. Оно отличается хорошей воздухопроницаемостью. То есть, когда вам жарко, оно создает эффект внешней прохлады. А когда вам холодно, оно будет вас согревать. И что важно для хозяек, не собирает пыли. То есть гипоаллергенно. Всего сотни видов текстиля, полотенца, халаты, покрывала, бастильные комплекты. Бязь, поплин, бамбук, сатин, сатин, жаккард. Разные размеры, расцветка всех цветов радуги. Главное, все очень просты в уходе. Один такой комплект прослужит 10 лет. Такая ткань делается из молодых побегов бамбука. Путем вычесывания делают целлюлозу. И получаются такие великолепные ткани. Выставка на казанской ярмарке работает с 11 до 19 часов по 15 октября. Альбина Батышин, Зимбурга Таулин, Вести, Татарстан. Ценители живописи могут оценить полотно из дома Рубинса. Теперь оно будет храниться в Казани. Его выкупил частный коллекционер. Вместе с картиной в Казань привезли больше 500 предметов старины. Это мебель и различные аксессуары для оформления интерьера. На них взглянула и наш корреспондент Дарья Турцова. На переднем плане рыбный развал. Художник Нарочито вывел морские деликатесы за пределы композиции, чтобы из созерцателя полотна вовлечь в атмосферу бойкой торговли на побережье Северного моря. Покупательница – богатая дама. Именно по ее головному убору искусствоведам удалось определить возраст полотна. Убор черного цвета, украшенный струсинами перьями. Подобные уборы вела в моду жена Рупинса, Елена Фурман, в 1630 году. И вот по такой примечательной детали датировка работы была определена. А вот споры относительно автора не утихают до сих пор. Изначально работу приписывали кисти Адриана Бан Утрехта, последователя Франца Снайдерса. Позже французские исследователи пришли к выводу, что полотно гораздо ближе к самому Францу Снайдерсу, и атрибутировали его кругу художникам. Известно, что Снайдерс не любил писать людей и часто просил помочь своих ближайших коллег. А самого Снайдерса к сотрудничеству привлекал его ближайший друг Рубинс. Он не умел изображать животных, и Снайдерс делал это за него. Так что не исключено, что после реставрации откроются сенсационные подробности о том, кто же все-таки истинный автор рыбного рынка. Полотно находится не в таком плачевном состоянии, но, безусловно, это расчистка красочного слоя, первое, что необходимо. Кроме полотна, в Казань с французского аукциона привезли более 500 предметов мебели. Среди них резной буфет 17 века, просфорница. Вот этот элегантный стул с плетеной спинкой на самом деле унитаз. А этот столик эпохи Наполеона III умывальник, украшен ибеновым деревом. Эти вещи использовались людьми привилегированными, соответственно, даже простые бытовые элементы, они у них были богато декорированы самыми различными породами деревьев и, скажем так, драгоценным материалом. Есть среди приобретений еще несколько предметов-обманщиков, которые выглядят вопреки своему предназначению. Вот этот предмет, больше похожий на комод, на самом деле не что иное, как кровать. Ловким движением руки он превращается в одноценное спальное место. Так что современные, невероятно популярные сейчас кровати-трансформеры, которые опрокидываются из шкафа, на самом деле не новые, а хорошо старые. Вся мебель будет отреставрирована. Цель не просто устранить видимые дефекты, чтобы поставить в выставочный зал и любоваться. Все предметы после ремонта должны служить людям. Они будут использоваться в оформлении интерьеров исторических зданий Казани, которые сейчас реставрируются. Дарья Турцева, Адель Миндубаев, Вести, Татарстан. В театр и музей одним кликом большой концертный зал имени Салиха Сайдашева, Театр Кукол, Океат, Камал и Национальный музей продают билеты через портал Госуслуг. Для этого достаточно забронировать место и оплатить. На электронный ящик вышлют билет, который нужно распечатать и предъявить на входе. На этом все. Хороших вестей. До встречи на канале Россия. Редактор субтитров А.Семкин